Деловая Россия Корпоративный психолог, коммерческий и операционный директор компании Вилки-Палки Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас приветствовать в Биробиджане Анна, вы только что с самого тренинга пообщались с нашими начинающими предпринимателями Интересно, видите ли вы в них себя, когда вы начинали, только были на этапе стартапа и все, только начиналось у вас Вспоминаются ли вам те времена, глядя на наших предпринимателей? Ну конечно, ну как те времена, они до сих пор, ну то есть мы постоянно что-то начинаем, я постоянно волнуюсь Ну любое начинание, оно страшно, даже несмотря на то, что там что-то уже есть, что-то новое, оно всегда как-то неизвестно И эти страхи, они останавливающие или надо суметь их преодолеть как-то? На то ты предприниматель, наверное, да, чтобы перешагнуть через барьер какой-то? Для меня там страх, ну понять, что, откуда и чего конкретно я боюсь, ну и как можно, ну не знаю, подстраховаться, ну понять, ну чего я боюсь Ну что деньги потеряю, ну чужие деньги или там свои, ну если свои, то не страшно, а чужие, может быть, не стоит брать Ну это там, я для себя так отвечаю Судя по успеху, к которому пришла ваша компания, вилки-палки, все страхи свои вы преодолели благополучно? Всех страхов не предусмотришь, и оно как бы уже в процессе возникает, ну то есть невозможно на старте все ситуации предусмотреть, вот, и они все равно есть Там были последние там ситуации Страх у наших предпринимателей такой какой-то заметили, почувствовали, есть он, нет? Или они сняли полной решимости и энтузиазма? Ну там было ограниченное время, ну пообщаться, поэтому я, ну могу только фантазировать, что есть общий страх, что, ну что-то новое начать Ну плюс много информации, это же, ну как бы непонятно Да, и это сложно перелопатить, наверное, вот недостаток информации, один из самых таких страхов в начале бизнеса, когда к чему-то не приготовишься, о чем-то не узнаешь, где это все разведать И вот хорошо, что проходят такие тренинги, когда приезжают эксперты и чему-то учат Вот вы, например, с какой темой выступали? У меня тема была психология в бизнесе и, ну, на примере одной компании, ну, нашей компании, которая там уже, ну, 10 лет с момента открытия первого кафе, а так еще до этого два года доставка была То есть в бизнесе не только экономика работает, но и психологию важно учитывать, да? Однозначно На каких моментах, что главное, в чем суть, которую вы донесли нашим предпринимателям относительно психологии в бизнесе? Чему научили их? На что наставляли? Я надеюсь, что я не учила, я просто делилась своим опытом и, если кого-то что-то заинтересовало, ну, задали вопросы Ну, то есть мне точно психология помогает быть более устойчивой, сохранять и выстраивать отношения, там, семейные, с детьми, в компании, между коллегами И помогать какие-то там, ну, конфликты вскрывать и решать Это если лично, если как орг консультирование, то договариваться, понимать какие-то процессы, ну, психологические, которые, ну, и в бизнесе тоже они есть Какую вот в связи с этим знанием о психологии полезно, правильно было бы предпринимателю позицию занимать вот по отношению к другим людям, там, как себя вести? Наверняка какие-то рекомендации там озвучивали прямые, говорили, давали им? Знаете, я когда стала психологией заниматься, там, последние 4 года, у меня нету, ну, какой-то четкой, ну, позиции, потому что, мне кажется, все ситуации, ну, они разные, индивидуальные, все зависит от конкретной ситуации Ну, если бы ситуация, какой бы разной ни была, я в них один и тот же, мне адекватную какую позицию занимать, как мудро себя повести в той или иной ситуации? Должны какие-то быть основы общие? Общие, ну, не врать себе, ну, хотя бы с самим собой быть честным, ну, что я хочу, что я хочу получить, ну, наверное, так, или что я чувствую, ну, это же вообще капец, как важно А как услышать правильный ответ на это, на эти вопросы, которые сам себе задаешь? Он внутри тебя зазвучит? Ну, нету правильного или неправильного ответа, у каждого свой Если бы вот то, что вы сегодня дали нашим предпринимателям, вы в своё время на старте узнали, у вас могли бы ещё успешнее дела развиваться? Нет, я бы ничего не начинала делать вообще Неожиданный довольно-таки ответ Иногда мало знаний — это хорошо, ну, тогда меньше страхов о том, что чего-то не знаешь, чего-то не сделаешь, берёшь и делаешь, а потом уже в процессе разбираешься Ну, наверное, мне бы хотелось эту основную мысль донести, что правда, всё сразу и всё самое лучшее сразу сделать невозможно Ну, главное, ну, для меня продолжать делать то, что веришь Ну, и, наверное, успокоили наших слушателей, сказали, что вам сегодня много дали, вы не волнуйтесь Старалась Это структурируется, рано или поздно осознаете, главное, шагать за порог, как говорится, вот этой своей зоны комфорта Да, сейчас тоже бизнес-тренеры, коучи все советуют выйти из зоны комфорта людям, которые в ней ни разу не были Да, мне кажется, зона комфортна — это прекрасно, и зачёт за неё выходить Если ты уже живёшь в зоне комфорта, то, ну, зачем куда-то выходить, если тебя никто туда не пинает, там, внешние обстоятельства, там, или ещё что-то, человек, с которым живёшь Ваше участие в работе движения «Деловая Россия», оно содействует бизнесу как-то? Каким-то образом помогает в вашем бизнесе? Ну, вот лично я только недавно вступила и планирую развивать психологические какие-то вещи, ну, то есть и оргконсультирование А мой муж, он собственник бизнеса по общепитам, ну, то есть как бы семейный, но он, ну, основной У каждого своё направление, да? Да, то есть он собственник бизнеса, а я ему там уже помогаю по операционным, коммерческим и психологическим делам А то он там уже давно, ну, да, помогает, там, для собственного развития, для, ну, как-то в курсе быть трендов, ну, всего Ну, и наверняка какие-то вопросы, там, о взаимоотношениях с исполнительной властью можно, да, добиться решений каких-то? Да, я знаю, что многие предприниматели, там, создают комитеты и это, да, делают Ну, я пока, как новый член этого сообщества, пока ещё, ну, ориентируюсь, ну А те психологические услуги, которые, вот, возможно, были бы востребованы, вы их тоже предпринимателям, участникам деловой России хотели бы, планируете оказывать? В чём вы видите здесь конъюнктуры, рынок, запрос? Это нужны такие услуги, да? Ну, да, ну, предприниматель, это вообще он один, ну, один со своими, там, страхами, бедами, всеми сложностями, там, собственный бизнес, это, ну, тяжело Это очень интересно, очень азартно и может быть очень много свободы, но в то же время, ну, то есть обратная сторона свобода – это ответственность И в одного там, ну, как бы сложно быть, а с психологом как-то полегче Он может поговорить, рассказать о том, что его до трёх ночи мучают вопросы операционки, незданного баланса Да, и мы тогда поразбираем, почему он не может делегировать, что ему мешает и всякое такое То есть у предпринимателя должны быть ещё особенные такие какие-то вот психологические качества, которые ему позволят справиться с теми проблемами, которые в процессе бизнеса на него навалятся У любого человека вообще, ну, как бы, кто хочет как-то немножко посвободнее, посчастливее жить, рекомендуется пойти к психологу, ну, найти своего, там, нормального терапевта и раз в неделю ходить Это… Изливать душу Да, практически всем полезно Вы увидели в жизни практически подтверждение в пользу таких сеансов? Конечно Ну, можно примеры привести? У меня есть терапия, но помимо того, что я работаю как терапевт, ну, то есть у меня есть терапия личная, конечно Не знаю, у мужа В чём суть метода вашего по терапии? Вообще по образованию я педагог-психолог, клинический психолог и закончила второй ступень Московский гештальт-институт Можем закрывать гештальты, что если, например, у человека есть классная идея, он всё никак не приступает к их реализации, вот с точки зрения психолога Как вы охарактеризуете такого человека, какие рекомендации ему дадите? Ну, вот идея есть, а не делает человек, с дивана не встаёт Может, ему там хорошо на диване? Ну, ему кажется, у него вошёл какой-то гомеостаз, да, такой равновесие и всё Но результат не добывается, наверное, это тоже как-то сказывается на его самооценке и прочем таком Но если он ничего не делает, значит, ну, так нормально Может, он не осознаёт просто этой ситуации? А зачем тогда ему причинять добро, если он комфорт? Пусть всё остаётся на своих местах, да? Ну, кому нужно, ну, как бы давать рекомендации? Мне? Человеку, который ничего не делает? Да, вот вы, например, могли бы сказать человеку, встань с дивана, иди, открой бизнес, создай малое предприятие Зачем? Зачем я буду его обрекать на неимоверные страдания? Лучше взаимодействовать с теми, кто уже на эти страдания, ну, вообще на эту жизнь решился сам, да? Пошёл Ну, да, ну, вообще, как бы, как в бизнесе, так и в терапии, ну, то есть человек сам, ну, что-то хочет в жизни сделать или получить или там, ну, психотерапия, это же, ну, просто инструмент, ну, кому-то не нужно, кто может справляться В принципе, я думаю, любой человек может справляться, просто, ну, как-то компенсируется, это ещё что-то Ну, с психологом полегче, просто полегче, так как, ну, ещё один инструмент Трое сеть в Хабаровске, вы набрали большой опыт, и, может быть, вот, достаточно одного дня в Биробиджане, чтобы оценить его с точки зрения, вот, вашего бизнеса Есть ли здесь интересные конъюнктуры, перспективы для вас, как для предпринимателя? Увидели ли вы что-то в еврейско-автономной области? Возникали ли мысли расшириться сюда, масштабироваться? Мы хотели масштабироваться в 2019 году, и у нас были планы, ну, то есть у нас нет опыта именно управления, ну, как бы дистанционного управления, ну, на другой территории Мы хотели в 2020 году, ну, попробовать как раз на ближайших каких-то, ну, населённых пунктах, там, Биробиджан, Комсомольск, ну, отрегулировать эти процессы, и потом уже, ну, как бы дальше Но там случился ковид, вот, общепиту просто надо было выжить, потом там следующая, ну, как бы ситуация политическая, вот, и поэтому сейчас пока, ну, ориентируемся, ну, и, ну, локально пока в Хабаровске Но вилки-палки эти трудные времена как пережило, перенесло? Мы всё ещё работаем, у нас всё так же 8 кафе, как и было до 2020 года, а мы запустили новый проект «Китайка», это фастфуд китайский Ну, то есть точки на вынос быстрого питания, их уже 5 вот за год сделали, ну, нормально мы себя чувствуем Очень даже нормально, особенно учитывая, что это перегретый рынок, да, вот рынок общественного питания, там всегда очень много игроков Может быть, не все так вот оформлены как-то, какой-то сетью под единым названием Ну, в общем, от, я не знаю, хот-дога до ресторана, очень много предпринимателей работает Как вы смогли тогда отважиться вот на такой шаг, чтобы вот с этой идеей выйти на этот рынок? Что вы могли такого оригинального предложить, чтобы завоевать своего покупателя и развить сеть? Ну, это ж не сразу такая идея была, что вот мы будем там А как всё начиналось? Начиналось, муж начинал, просто они с братом возили из кафе, которое было, они занимались доставкой То есть они покупали там со скидкой 10% и продавали, ну, с надбавкой То есть потом стало одному из учредителей неинтересно, он ушёл и мой муж, ну, Виктор Он дальше стал уже развивать, то есть, ну, своё производство стал делать там С маленькой какой-то небольшой точки А мы с ним познакомились, когда он собирался, ну, кафе открывать И там уже я подключилась именно с управлением Ну, мой опыт там позволял, какие-то там финансовые, ну, управление там операционное То есть, ну, как бы это моя сильная сторона Вот, ну, и постепенно, то есть, ну, как-то в процессе А операционное управление, это вы имеете в виду, это вот повседневная работа с людьми, с персоналом Ну, да, выстраивание всех там бизнес-процессов, ну, в любом направлении То есть где-то там усовершенствование, там, не знаю, логистических схем, информационных, там, ну, программное обеспечение, ещё что-то То есть, ну, чтобы оно комфортнее работалось И грамотный подход в этом деле помогает, вот, победить в своей нише даже Как грамотный, ну, где-то там и ошибок много, где-то много чего ещё не сделано Ну, то есть, пробуем, мучаемся, продолжаем делать, ошибаемся, что-то там случается Ну, где-то выстаиваем В какой-то момент точно поняла, что, ну, всё, всё тяжело, ничего не получится Пошла вот психологией заниматься Мне это помогло Потом заметила, как это оказывается и в бизнесе здорово и работает Был момент отчаяния, да, какой-то трудный наступал? Да, оно постоянно случается Мне кажется, в феврале вообще почти у всех был момент отчаяния Может, посоветуете какие-то практики, упражнения, которые помогают в такую минуту справиться с настроением плохим, пагубным? А зачем с ним справляться? А что с ним надо делать? Его надо пережить? Осознавать, проживать, ну, то есть, это же неплохо, грустить или злиться И злость – это вообще прекрасное чувство, это двигатель очень такой сильный Вот, грусть – это возможность попрощаться с чем-то старым и ненужным Ну, и тому нужно дать время Ну, то есть, не обязательно справляться Ну, то есть, если эмоция якобы плохая, ну, то есть, не обязательно с ней справляться Ей дать нужно время и место Для меня, таки, довольно свежий вот этот вот подход Я потому что думал, что психолог, он помогает тебе немедленно совладать с ситуацией А оказывается, нет, если тебе грустно, ну, грусти уже до талого, да? До глубины глубины Ну, иногда это просто, может быть, бывает, ну, не вовремя Но то, что, не знаю, забить грусть и не позволять себе грустить Ну, это зачем? Оно все равно где-то тогда в теле там Будет жить, да? Ну, да И этот псевдооптимизм, он рано или поздно просто выключится и подведет тебя Ну, да, там, панические атаки, там, всякие депрессии Слушайте, ну, действительно, вы, вот, я чувствую, что обладаете интересными знаниями Которые очень любопытно было бы и людям узнать и воспользоваться, может быть, поучиться у вас Вы будете еще в Горобиджан приезжать, вот, в подобных миссиях принимать участие? С удовольствием, ну, если будут какие-то, если они, ну, как, я увижу, что они проходят Ну, будет время, возможность, ну, да, конечно Я уже сейчас жалею о том, что не побывал вот именно на вашей лекции Спасибо Поэтому немножечко, да, хотелось бы расспросить Задавали ли вам наши предприниматели какие-то вопросы, интересно, о чем? Что спрашивали? Про то, как мы справляемся Как вы ответили на этот вопрос, про то, как вы справляетесь? Да, по-разному, к психологу уходим, друг с другом общаемся, ну, то есть, синхронизируемся То есть, в основе таких здоровых отношений между учредителями, партнерами, это что, взаимопонимание, да, какая-то мудрость должна быть? Да, мы обычные люди, мы ссоримся иногда, там, я не знаю, разводимся, ругаемся, ну, всяко бывает Ну, то есть, мы у нас семья, мы муж, жена, он из двоих детей У нас бизнес общий, у нас там конфликтов немало Вот, просто в какой-то момент получилось договариваться не без помощи, там, психотерапии Где-то, ну, там, мы злимся друг на друга, ну, где-то, бывает, не замечаем, ну, то есть, обижаемся Ну, то есть, ну, мы идеальные таблетки В общем, как говорят, бизнесменные тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо А тем более еще при их интенсивности жизни это все еще и многократно, наверное, усилено, да Поэтому все непросто Так же, как и у всех Ну, мне кажется, у бизнесменов серьезнее, у них больше ответственности, там, и материальные ресурсы, и деньги И ответственность перед людьми, особенно в виде данного какого-то слова, это же и продолжает Имеет значение до сих пор данное слово предпринимателю Я думаю, для части людей, которые, допустим, мне нравится, да, имеет Есть бизнесмены, для которых это, ну, не очень важно И тут тоже, в общем-то, оставить это можно на их совести, не давать своих оценок, да, это их стиль жизни Ну, да, ну, то есть, никто не знает, какую историю они прожили, что у них вообще там за плечами И, может быть, это единственный способ у них, ну, как-то вообще жить, выживать и, ну, двигаться Ну, то есть, у каждого свой способ Ну, наверное, когда прощались с нашими начинающими предпринимателями, с вашими слушателями, дали какой-то всем общий совет на путствие? Продолжать, ну, даже если упал, споткнулся, вставал Вставать и, ну, продолжать делать то, во что веришь Ну, для меня это самое важное, ну, то есть, я так живу И, наверное, это будет полезно и нашим зрителям, даже если они не занимаются бизнесом Такой призыв, такое напутствие, наверное, в любом деле полезен Да, всегда есть выход, правда Иногда сам не видишь, но можно, ну, как бы, можно пойти к психологу, правда Иногда не с первого раза психолог найдется тот, который нужен, но найдется Мы очень рады, что вы побывали в Биробиджане, поделились интересными такими знаниями Свежий довольно-таки, можно сказать, ну, взгляд на психологию показали Я думаю, это будет здорово и замечательно, если вы к нам приедете снова И мы снова поговорим о психологии, о бизнесе О замечательном периоде стартапа, когда твой бизнес только рождается, идет И впереди еще много самых замечательных трудностей, самых сложно решаемых проблем Но это все неимоверно воодушевляет Спасибо, зовите, приеду